Вот такой рецепт домашней пиццы. Сегодня я вам предлагаю готовить с разной начинкой, хоть с мясом, хоть с грибами, всегда получается очень вкусно. Такой выпечки много не бывает, и от такой выпечки никогда не отказывается. Вот посмотрите, как она выпекается со всех сторон. Это очень ароматно и вкусно. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И мы вместе будем готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня у нас потрясающая выпечка, от которой никогда не отказывается. Его всегда бывает мало. И эту выпечку можно готовить хоть каждый день. И для начала я в мою миску выливаю 200 мл кефира. И сюда же добавляю 100 мл теплого молока. Кефир у нас комнатной температуры, молоко теплое. А также я добавляю чайную ложку с горкой сухих дрожжей. Это 6 граммов дрожжей. Столовую ложку сахара. Это 20 граммов сахара. И пол чайной ложки соли. Это 4 грамма соли. Все это я немного перемешаю до растворения сахара. Ну а теперь сюда же я добавляю 70 мл растопленного сливочного масла. Нам также понадобится 2 яйца. 1 желток я отделяю для смазки нашей выпечки. Ну а 2 белка и 1 желток добавляю в мою миску. Все немного перемешаю. И последнее, что нам осталось, это добавить муку. Ну а муку я добавляю 2 этапа. Сначала небольшое количество муки хорошенько. Все перемешаем до однородной массы. Ну вот такая масса без комочков у нас получилась. Добавляю оставшуюся муку. Я убираю мисчик. И начинаю замес руками. Нам надо получить мягкое, приятное на ощупь рожевое тесто. Ну вот, посмотрите, какое потрясающе. Очень мягкое, приятное на ощупь рожевое тесто у нас получился. Оно абсолютно не липнет к рукам. И я беру миску, в которой мы вымешиваем тесто. И опускаю тесто в миску на наше количество ингредиентов. Я добавила 3 стакана муки, стакан 250 миллилитров. В каждом стакане 160 граммов муки. Я добавила 480 граммов муки. Количество муки зависит как от свойств муки, от размера яиц и от зерности кефира, которую мы добавляем. Я покрываю тесто салфеткой, делаю небольшие проколы. Так как у нас дрожжевое тесто, а дрожжи это живые микроорганизмы, и они должны дышать. Оставляю тесто на 1 час. За это время мы приготовим начинку и мой фирменный томатный соус. И я покажу, как я его готовлю. Пока отдыхает тесто, мы приготовим соус. Для этого я в мою сковородку добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Я добавляю 2 столовые ложки томатной пасты. Я взяла 1 помидор и должна буду пропустить через блендер. Если у вас маленький помидор, возьмите 2 помидора. А теперь сюда же я добавляю измельченный помидор. И последнее, что нам надо сделать, это добавить специи. Сначала я добавляю соль, добавляем по вкусу. У меня сладкая красная паприка. Сюда же я добавляю черный перец. И визитная карточка моего соуса. Я добавляю обязательно сушеный тимьяк. Вот такую вот щедрую столовую ложку, может быть, даже чуть больше, я перетираю между ладонями для того, чтобы избавиться от стеблей. И вот эти вот листья добавляем в наш соус. А теперь я все это перемешаю. Ну, а теперь я ставлю соус на газовую плиту. Доведем соус такой до готовности. При термической обработке все специи усиливают свой вкус. И у нас получится очень вкусный соус. Вот так иногда помешиваем, мы доводим соус до готовности. Он становится немного густым. После чего отключаем газовую плиту, оставляем соус застыть. И я покажу, что мы делаем дальше. А пока остывает томатный соус, нам надо натереть на крупной терке сыр. С сыром я тоже закончила. Ну, вот столько сыра у нас получилось. Ну, а теперь посмотрите, как в теплом месте поднимается тесто. Я убираю пищевую пленку и достаю тесто из миски. А теперь сделаем легкую обминку. Вот так все края собираю к центру. Ну, вот посмотрите, какое потрясающее тесто у нас получилось. А теперь я буду делить тесто на части. Сначала разделю вот так на две половинки. Первую половину отложу, вторую вот так вот закатаем в колбаску. И буду делить на части. И каждую часть теста вот так быстро закатаем в шарики. Я закончила закатывать в шарики все колобки теста. А теперь каждый колобок нужно будет немного раскатать. Сначала вот так вот надавливаю. Раскатываем вот в такой круглый пласт приблизительно диаметром 12-15 сантиметров. Я раскатала вот таких круглых заготовок. А теперь берем нож для пиццы. Вот так вот складываю каждую заготовку пополам. И делаю вот такие вот надрезы. Ну, а теперь снова их раскрываем. Ну, а теперь первым слоем обязательно вот так вот немного томатного соуса. Вот так вот равномерно я распределяю. Для начинки можно взять любую начинку, что вы предпочитаете для пиццы. Это может быть колбаса, это может быть грибы, это может быть ветчина или курица. Смотрите на свое усмотрение. Я приготовила колбасу, я приготовила филе, которое вот так вот я выкладываю поверх томатного соуса. Ну, а третьим слоем у нас тертый сыр. И заканчиваем формовать наши заготовки вот таким вот образом. Получается быстро, просто, красиво и очень вкусно. Вот такие красивые заготовки я перекладываю на противень, предварительно смазанный растительным маслом. И снова оставшиеся 6 колобков я раскатала вот в такие круглые заготовки. И снова складываю каждое пополам. Делаю вот такие надрезы. А теперь расправляем для того, чтобы выкладывать начинку. Первым слоем у нас томатный соус. Вот так вот равномерно распределяем. И сверху выкладываем или колбасу, или сосиски, или ветчину. С грибами получается очень вкусно. Ну, а сегодня я готовлю с филе и с колбасой. И вот таким вот образом мы заканчиваем формовать все наши заготовки. Вот посмотрите, как выглядят наши заготовки. После того, как мы переложили их на противень, последнее, что нам осталось, тот самый желток, что мы оставили от нашего рецепта. Разбавить небольшим количеством молока и смазать вверх наших заготовок. Пока мы раскатывали, формовали вторую парту заготовок, первую уже немного подошли. Такой выпечкой никогда не насыщайте. Готовьте их хоть каждый день с разными начинками. Получается всегда очень вкусно. Ставлю противень в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Ориентируйтесь по особенностям своей духовки. Доводим выпечку до готовности. Я обязательно покажу, что у меня получилось. Смотрите, какая потрясающая выпечка у нас получилась. Она очень ароматная, вкусная. Это ежедневная выпечка домашней пиццы. Вот такая вот сегодня формовка. Ну а если вам понравится наш сегодняшний рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Нам очень важна обратная связь. И делитесь рецептом в соцсетях всегда ваших. Всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!